Здравствуйте, уважаемые зрители! В рамках проекта Министерства юстиции новости и законодательства мы продолжаем вознакомить с наиболее значимыми нормативно-правыми актами, принятыми в течение этой недели. Начнем с акта главы государства, который направлен на дальнейшее совершенствование деятельности президентских, творческих и специализированных школ. Согласно данному акту, Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете Министров переименовано в Агентство президентских образовательных учреждений. Поставлена задача построить три новых специализированных школ и отремонтировать четыре действующих творческих школ в системе Агентства, оснащая их необходимыми учебниками и техническими средствами. Агентству также дано поручение в срок до 1 сентября 2021 года внедрить в практику оценку знаний и навыков учащихся и педагогов по стим-предметам, по требованию международных стандартов, а также выдачи им сертификатов A-Level международного уровня. Также внедрить в президентских школах программу «Школьный советник», которая поможет определить профессиональную ориентацию учеников, окажет содействие выбрать соответствующий вуз, внедрить в специализированные школы инклюзивного IT-образования для детей с особыми образовательными потребностями. Также дано поручение создать кружки молодых переводчиков, кружки по веб-дизайну, компьютерной графике, изобразительному и цифровому искусству, создание и обработки анти-визуальных произведений, а также актерского мастерства. Также определен порядок, что с 2021-2022 учебного года выпускники президентских школ на основе дополнительного государственного кранта, выпускники специализированных школ на основе базового платного контракта по направлениям химии, биологии, физики и информатики, выпускники творческих школ на основе базового платного контракта по направлениям языковедения, литературы, педагогики, журналистики, дано право поступать в государственные вузы без сдачи тестов и испытаний и дополнительных экзаменов. Также бутерентам, получивших сертификаты A-Level уровня A и B международных программ, освобождается от сдачи вступительного экзамена по предмету, по которому выдан сертификат с присуждением и максимального балла по данному предмету. Данным актом был создан Центр педагогического мастерства и международной оценки со статусом юридического лица при агентстве. Следующим важным документом являются правительственные решения по улучшению жилищных условий и населения, нуждающихся в социальной защите. Этим решением до 1 августа 2022 года в порядке эксперимента местным хакимятам разрешили быть поручителями по ипотечным кредитам лицам, нуждающимся в социальной защите, и покрывать просроченную им задолженность. В связи с этим актом было утверждено временное положение о порядке предоставления местными хакимятами поручительств по ипотечным кредитам, выделяем социально незащищенным гражданам. Плата за предоставление данного поручительства хакимятами не взимается. Поручительство выдается только при наличии положительного заключения комиссии Хакпарвар. Для получения поручительства лицу нужно представить только заявление и копию документа, удостоверяющего его личность. Комиссия Хакпарвар изучает документы и при отсутствие замечаний регистрирует заемщика и отправляет хакимят положительное заключение о целесообразности представить поручительство. Еще одним принятым правительственным решением под номером 460 утвердено временное положение о порядке предоставления работодателям полного возмещения из государственного бюджета сумм социального налога, уплачиваемого работником в возрасте до 25 лет. Для этого работники должны быть в возрасте не старше 25 лет, работать непрерывно последние 6 месяцев и в течение этого срока работодатель должен уплачивать социальный налог. Заявление подается работодателям в налоговый орган не позднее 3 месяцев после представления социально-налоговой отчетности. Данное заявление изучается в течение 5 рабочих дней. Необходимо также отметить, что данный порядок распространяется на возмещение суммы социального налога, уплаченного с 1 мая этого года по 15 января 2023 года. При этом крайний срок подачи заявления за декабрь 2022 года устанавливается на 1 апреля 2023 года. Данный порядок не распространяется на бюджетные организации, государственные предприятия, юридические лица с государственной долей. Еще один немаловажный документ является указ президента по совершенствованию сферы оказания государственных услуг и расширению доступа населения к данным услугам. Данным актом с 1 ноября этого года внедрен новый порядок, при котором лицам, включенным единый реестр социальной защиты, а также лицам с инвалидностью 1 и 2 группы, при оказании государственных услуг применяется скидка в размере 50% по государственным пошлинам, сборам и любым другим платежам. При задержке, при предоставлении государственных услуг более чем 3 рабочих дней, по обращениям заявителей, 50% уплаченных государственных пошлин, сборов и любых других платежей возвращается на течение одного рабочего дня. При этом соответствующая государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно. Со следующего года восьми видам государственных услуг будут снижены размеры государственных пошлин, сбор и других платежей. С 1 декабря этого же года гражданам Узбекистана, постоянно проживающим за рубежом, а также иностранным лицам и лицам без гражданства, предоставляется доступ к электронным государственным услугам посредством выдачи дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Узбекистана сертификатов, включая электронно-цифровой подписи. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно не проживающим в Узбекистане, ID-номер физического лица присваивается в упрощенном порядке в районах городских отделениях миграций и оформления гражданства и центрах государственных услуг. Выдача гражданам ID-карт и биометрических паспортов для выезда за границу также следует через центр государственных услуг. Со следующего года отменяется требование государственными органами, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах, государственными организациями требовать от населения, в том числе и предпринимателей, 15 видов документов, таких как данные и свидетельства о государственной регистрации объекта предпринимательства, информация о дипломе о высшем образовании, сведения об окончании физического лица учреждений среднего специального профессионального образования, информация о записи гражданина в молодежной книге или женской книге, копии финансовой отчетности справки, подтверждающей заработную плату физических лиц за последние 12 месяцев. При этом данные документы и информация запрашиваются независимо от соответствующих ответственных государственных органов и организаций через платформу «Электронное правительство». Следующий документ является правительственное решение по совершенствованию порядка эксплуатации автотранспортных средств с тонированными затмененными стеклами. С 1 октября этого года государственная услуга по выдаче разрешения на тонировку автотранспортных средств будет оказываться только через единый портал интерактивных государственных услуг. Данным актом утвержден также административный регламент по оказанию данной государственной услуги. Согласно данному регламенту, работа по изменению затемнению цвета стекол транспортных средств осуществляется собственником транспортного средства самостоятельно. Не требуется разрешение на изменение цвета заднего стекла автомобиля на неограниченный уровень затемнения, а также на изменение затемнения цвета верхней части лобового стекла в виде полосы не более 14 см. Также данным актом определено, что разрешение выдается сроком на 1 год, оплата разрешения производится заявителем в течение 10 дней, ранее выданное разрешение переоформляется до сечения срока его действия, плата за оказание государственной услуги по переоформлению разрешения через единый портал интерактивных государственных услуг не взимается. Это были все документы, с которыми мы хотели вас ознакомить сегодня. Благодарим вас за внимание. С полным текстом вышеуказанных актов вы можете ознакомиться на сайте leks.us, а все новости законодательства узнавайте на нашем телеграм-канале «Правая информация». Субтитры создавал DimaTorzok